Уважаемые слушатели, здравствуйте! Сегодня прямой эфир буду вести я. Меня зовут Динара Диасовна Шардарбекова. Я являюсь хирургом-гинекологом отделения оперативной гинекологии Института репродуктивной медицины. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира – гидросальпинкс. Думаю, что тема многим нашим слушателям очень знакомая. Часто женщины, наши пациентки, пишут вопросы на эту тему, их интересует очень многое. Поэтому я сегодня буду останавливаться на самых основных моментах гидросальпинкса. Гидросальпинкс – это когда внутри маточной трубы на фоне воспаления или других причин накапливается жидкость. Гидросальпинксы бывают простые, то есть когда имеется одна полость, и фолликулярные, когда имеет маточная труба, очень много полостей. Какие причины возникновения гидросальпинкса? Причины в основном, как я уже ранее говорила, это воспалительные, простудные, то есть женщина простывает, которая может быть инфекционного или неинфекционного генеза. Инфекционное часто, которое поражает именно и вызывает такие хронические воспаления маточной трубы, являются хламидии, уреоплазмы, даже гонорея может быть причиной этих воспалительных полостей маточных трубок. Но также причинами гидросальпинкса могут быть травмы, это как оперативное лечение, которое проводились в брюшной полости, аппендициты или операции на органах малого таза. Не исключается роль также операции, которая проводится внутри маточно, это аборты, это вскабливание. Впрочем, вот эти вот все причины, они вызывают сначала воспаление маточной трубой, которое оценивается, характеризуется тем, что маточная труба отечная становится, гиперемирована будет, слизистая внутренняя тоже кровонаполнение усиливается, лимфоотток нарушается, в результате чего образуется транссудат, то есть жидкость. По мере развития этого процесса транссудат может увеличиваться и тем самым приводя это воспаление в более сложную, более тяжелую форму, которая и называется гидросальпинкс. Причиной, которая вызывает гидросальпинкс, я уже рассказала, хочу сейчас отметить, что какие симптомы могут быть. Зачастую бывает, что женщина не обращает внимания, потому что могут протекать воспалительные дела именно в маточных трубах, даже без симптоматики. Но в отдельных случаях бывает, что они ощущают боли внизу живота, появляются жидкие, водянистые, желтоватым цветом или гнойные даже, выделения из половых путей. И нередкость, что женщины не обращают внимания или занимаются самолечением, которые являются недопустимым, потому что вот такое поведение наших пациентов приводит к тому, что вот такое воспаление изначально может переходить в хроническую форму, то есть в гидросальпинкс. Нередко женщина обращается к нам по поводу того, что она планирует беременность и не получается. И вот тогда гинеколог начинает искать причину бесплодия. А причина, мы знаем, что в более 40% случаев это маточные трубы, то есть непроходимость маточных труб. И тогда что предпринимают наши специалисты? Они начинают обследовать наших женщин, которые заключаются в обследовании, конечно же, сначала с опроса, с осмотра гинекологами, которая выявляет давность заболевания, сколько лет женщина не может беременеть, то есть все вопросы она будет задавать, которые будут выявлять причину бесплодия. Причин бесплодия очень множество, но основные, удельный вес именно то, что виноваты маточной трубой, очень велик. Какое обследование назначает гинеколог? Помимо осмотра на кресле, она берет мазки, она начинает обследовать на инфекции, половые инфекции. Естественно, хламидии может быть и не в острой форме, которую я уже ранее сказала, что является частой причиной непроходимости маточных труб. Но выявление при ПЦР исследовании, при ИФА наоборот, G на хламидии, это уже говорит о том, что она на ногах перенесла эту коварную инфекцию. И направляет гинеколога затем на УЗИ, и на УЗИ, что мы видим, УЗИисты очень хорошо видят гидросальпинкс. То есть если жидкость есть внутри трубы, больше полтора сантиметра, это уже ставится диагноз гидросальпинкс, и пациентки попадают к нам, то есть к хирургам с таким диагнозом. Теперь хочется поговорить с вами по поводу лечения, потому что очень много вопросов задают, почему именно оперативное лечение, которых мы хирурги зачастую рекомендуем. Если пациентка все-таки обращается, я жестко сказала, что бесплодие, и при бесплодии именно трубно-перитониальный фактор, именно маточные трубы непроходимые, естественно, это уже показания для того, чтобы поставить точный диагноз. А именно лапароскопия, то есть то, что проводит хирург, лечение оперативное, в первую очередь лапароскопия является не лечением, а диагностикой. Посмотреть, точно оценить проходимость маточных труб удается только лапароскопическим способом. При лапароскопии также мы видим степень тяжести, если есть трубно-перитониальный фактор, то есть есть пайки, какие степени, какой степени поражения с пайками. Определить также проблемы со стороны других органов малого таза, это со стороны яичника, то есть полностью посмотреть малый таз. При диагностической лапароскопии, чем мы и занимаемся. Заходим, смотрим, есть ли проблемы, которые действительно мешают планировать беременность. А при гидросальпинксах мы увидели трубу, посмотрели, если действительно есть проблемы с маточной трубой, то начинаем работать. Работаем в зависимости. Опять-таки, есть вопросы, почему в одних случаях убираете, а в других не убираете. В одних случаях, в других случаях это все мы проводим чисто индивидуально. Здесь мы берем во внимание возраст, здесь давность, бесплодие тоже очень играет важную роль. Здесь еще помимо маточно-трубного фактора есть ли еще какие-то факторы бесплодия, такие как мужской фактор. И, конечно же, зависит наша тактика от увиденного. Зашли в живот, посмотрели трубу. Если действительно значительное есть разрушение этой маточной трубы, она вся перерастянутая. Грубо говоря, после рассечения спаек мы так и объясняем, что лежит как мешок, она не сокращается, эта маточная труба. И безжизненная, безжизненная, это касается особенно внутреннего слоя маточной трубы. Это очень важный слой, который называется ресничные эпителии. Как раз-таки отвечает за передвижение, за продвижение оплодотворенной яйцеклетки в матку. Вот этот слой при гидросальпинксах бывает полностью разрушен. То есть не работает эта маточная труба, благодаря этим ресничным эпителям, выполняет свою функцию. Нет у этого ресничного эпителя, значит нет у этой функции. Поэтому, исходя из этих всех критериев, мы принимаем решение удалять или не удалять. Вот. Бывает часто, что после операции, и до операции мы говорим с нашими пациентами, после операции они спрашивают, а нельзя было сохранить. Вот. Ну, сохранить, если было бы можно, конечно же, мы бы с удовольствием, щадящие, конечно, мы работаем. Немало случаев, когда мы и сохраняем, проводим реконструктивно-пластические операции, то есть микроинструментами стараемся рассечь все спайки, стараемся освободить фимбрии, то есть это конечный отдел, который участвует в захвате яйцеклетки, создать проходимость, и нам удается такие операции нередко делать. И нередкость, что мы получаем очень хорошие результаты именно после вот таких наших реконструктивно-пластических операций. И это нас, хирургов, очень радует, потому что женщина самостоятельно имеет возможность забеременеть. Но, но, бывает, конечно, ситуации, когда уже, я опять повторюсь, уже сохранить нечего, тогда только удалять надо, потому что, во-первых, это вы время теряете, просто будете ждать и сидеть, маточная труба не работала и не будет работать. Во-вторых, оставшаяся маточная труба, она имеет тенденцию опять рецидивировать, то есть опять реокклюзия, то есть вот просвет опять закупорится. Мало того, опять может быть гидроцальпинкс, который может переходить потом в более тяжелую форму, переходить в гной, если ослабляется иммунитет у женщины в некоторых случаях, тогда это уже острый живот, тогда надо уже будет идти на оперативное лечение экстренно. Лучше не доводить до этого. Хочу отметить, что пациентки наши с многолетним бесплодием приходят к нам непосредственно уже на удаление труб, когда есть там гидроцальпинкс. Почему? Потому что идти с этими трубами, с очагами, где есть токсическое воздействие этой жидкости, которая сидит внутри трубы, эта жидкость выливается в полость матки, это не только не дает забеременеть, но дает еще отрицательный результат. Подсаженное плодное яйцо может погибнуть. Такое токсическое действие. А если подсадили, все-таки развивается беременность, то эта токсическая жидкость вызывает гибель эмбриона. То есть это, конечно, нежелательное, никому не хочется такой получить результат от ЭКО. Поэтому настоятельно, конечно, рекомендуем, если столько лет не получается беременеть, а трубы у нас никудышные, лучше удалять. Можно перейдем к вопросам? Пациент спрашивает, а какова вероятность забеременеет после лапароскопии? Вероятность, опять-таки, зависит от степени разрушения маточных труб, если это легкие были небольшие спаечки, маточная труба неплохая, она частично была там запаянная, допустим, поработали, все спаечки сняли. То есть от степени тяжести воспаления, которое перенесла маточная труба. После операции мы сразу отвечаем, говорим, что мы увидели, что мы сделали, какие шансы. Но шансы хорошие, если все-таки это в нетяжелой форме, она перенесла воспаление, не запустила это воспаление. А бывает, что запускают, естественно, там уже сохраняются эти маточные трубы бесполезные. То есть, естественно, в цикле беременность может наступить? Может наступить, да. Почему? Мы для этого и делаем реконструктивно-пластические операции. И когда видим такие результаты, и видим очень, скажем так, часто, радуемся. Многие пациенты вас тут хвалят, пишут благодарности слова. Спасибо большое. Кто-то у вас делал лапароскопию, кто-то гистероскопию. Спасибо большое. Правая непроходима, а левая еле проходит. Что, наверное, делать, правда? Вопрос, кто-то не помнит? Ну, раз она обследуется и проводит эти МСГ, я так полагаю, да, тела, ну, в еле проходит, это еще не приговор. Но, чтобы окончательно посмотреть, можно будет и лапароскопически посмотреть. Потому что рентгеном снимать, посмотреть, это очень хорошо, это нам помогает для нашего прогноза, что мы ожидаем во время операции. Но в то же время могут, может быть, иногда ложно-отрицательные результаты и ложно-положительные. То есть не всегда дает нам реальную картину. Следующий вопрос. При эрозии и миомы, извините, возможность есть забеременеть? Либо миомы надо убирать сначала? Ну, эрозия как таковой, если, самое главное, на онкологию надо исследовать, если там все хорошо, обычно воспаление снять надо, не влияет. А вот с миомами надо посмотреть, это размеры миомы, локализация миомы. Поэтому об этом скажут только после детального осмотра гинеколог. После внематочной беременности спрашивают, обязательно ли сделать продувание труб? Если сохранили маточную трубу и сохранили трубу, даже если не сохранили оставшуюся трубу, конечно, надо посмотреть, есть проходимость труб, потому что внематочная на ровном месте не получается. Внематочная получается там, где есть действительно какие-то изменения в маточной трубе, то есть был воспалительный процесс, поэтому лучше, конечно, посмотреть, как там есть проходимость или нет. А лапароскопию можно повторно сделать? Хороший вопрос. Если лапароскопия была, и если сделали уже реконструктивно-пластическую операцию, то есть чинили, да, как мы говорим, рассекли спайки, привели в порядок трубу, и сказали, вот, она открытая, и на такое время мы вам даем шанс. Если это время истекло, и не получается, то повторно не рекомендуется, потому что эффекта мы не видим. Следующий вопрос. А есть ли чудо, что трубы сами по себе открываются без операции? Они были закрыты, а потом открылись? Да, по-центу. Бывает такое чудо? Ну, надеяться и ходить на это чудо, это тоже дорогого стоит, я так думаю. Лучше не терять время, пока мы ждем чудо, уже и наш возраст пройдет, детородный. Спасибо большое за ответ. Уважаемые пациенты, что касается программы ЭКО, про стоимость, вы можете в нашей ленте посмотреть прямые эфиры, про вакцину также. Про стоимость вы можете через колл-центр узнать. Динара Диасовна, спасибо большое за прямой эфир, вопросов у нас пока нет. Ну, если будет, конечно, у меня есть тоже аккаунт, пожалуйста, пишите, я вам с удовольствием отвечу. До новых встреч. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok